Что вы знаете о жизни людей на оккупированной территории? Что я знаю? Друг мой из Горловки, он говорит, что там сейчас дом его разворовали, обокрали, уничтожили тоже. Он говорит, что там сейчас работу можно найти, он там будет искать работу, потому что он был здесь, работы не нашел. Поехал в Горловку искать работу. Говорит, там сейчас куча работы по отстройке. Что вы знаете о жизни людей на оккупированных территориях? Я оттуда. А, вы оттуда? Да. Вы расскажете в двух словах про ком там? Я только плохие слова знаю про ту территорию. Нет ни работы, нет ни быта, нет ни условий, ничего нет. Они приезжают сюда, получают пенсии, получают регрессы, покупают продукты за украинские деньги, по украинским ценам. Приезжают туда, и эти деньги, эти продукты проживают там, рассказывают, жизнь замечательная. В принципе, жить можно, смотря в каких городах. Вот, если, допустим, друзья есть в Донецке, то как бы там все относительно хорошо, можно сказать, как и было и до этого всего. Вот, если какие-то брать маленькие города, такие, как, допустим, Янакио, знакомая живет, ну, немножко дефицит с некоторыми продуктами. Плюс цены завышены в два-три раза, вот. Не, ну, каждый по-своему крутится-вертится, как бы, у кого мозги есть, тут как бы пробьется, заработает, грубо говоря, голодать не будет. Мы все знаем, мы же тоже были оккупированы. Ну, а вот сейчас, что вам известно про то, что в Донецке происходит? Как люди там живут? Ну, как живут? Сейчас опять стреляют. Я не знаю, как в самом Донецке, ну, под Донецком люди не живут, а выживают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!